привет ребятушки сегодня мы с вами будем писать вторую часть нашего леса но начну я с такого не особо приятного объявления мне самой неприятно не особо скажем так да вот и думаю что кто-то из вас расстроиться ну дело в том что ни для кого не секрет что монетизация в ю тубе отключена я не буду там ходить юлить я все вам сразу расскажу как потому есть поэтому я решила немного поменять наш формат видео то есть полные мастер-классы у нас будут выходить на пусть и я завела там канал буду выкладывать туда полные видео уроки чем будет удобно это в ю тубе вы допустим можете посмотреть этот же мастер-класс он будет как бы демо версии вы смотрите его там ускоренная да возможно он там не полностью будет ускорены так вот какие-то фрагменты моменты вот вы посмотрели понравился вам к примеру мастер-класс вы пошли на бусте там приобрели купили себе этот мастер-класс и написали эту картину какую-то работу то есть по поводу оплаты не пугайтесь там цены не космические там не 16 не 15 не 20 тем более тем более да там и даже не 1000 это символическая оплата рублей там 100 или 150 что-то такое вот потому как я еще раз до повторюсь монетизацию у нас нет никакой вот я допустим от ютуба не получают вообще ничего абсолютно и как бы а расходники те же холсты те же краски те же кисти хотя они редко выходят у меня из строя но это все-таки расходники его надо покупать вот то есть все это требует денежки да плюс я еще до этого как бы вложилась и хорошая камера и хороший свет и хорошие звуки там масса масса всех вот этих примочек чтобы качество вам было хорошо слышно хорошо видно то есть но это нормальный человек он всегда да вот на работу вы же тоже ходите не из-за того что вам там супер классно и вы там я буду сутками работать не надо мне ничего платить купа конечно хочется я не планирую там зарабатывать каких-то миллионов на этом ютубе я думаю это вообще нереально здесь никаких таких миллионов заработать но хотя бы на расходник чтобы поэтому мне приходится вот такие вот меры принимать чтобы хотя бы закупать те же краски те же холсты чтобы не в минус хотя бы снимать вот не говоря уже там что я там поеду на какие-то канары сейчас заработали на канарах хотя бы на расходники то есть ну вот такое вот в общем не особо приятное объявление но это вынужденная мера и также я буду наверное все таки сюда иногда закидывать и полные мастер-классы ну чтобы хотя бы хоть что-то было но в основном все будет на пусть и так что ссылочка повторюсь еще раз в описании переходите подписывайтесь также здесь будьте чтобы иметь в виду допустим тот же платный мастер-класс наш что про что там иметь понятие о том что вы приобретаете вот ну на этом все приступим к рисованию сейчас я переключу камеру и мы начнем ну вот продолжаем и ребятки рисовать с вами наш картину она у меня уже просохла 10 раз просохла времени вообще нет никакого вот сегодня немножко выдалось времени продолжим с вами писать референс я уже использовать не буду то есть нет в этом смысла то есть у меня уже какая-то да своя вот цветовая гамма здесь есть примерно этом запомнила что у меня где было как бы с этого так как будем продолжать то есть смотрите по красочкам тоже самое добавила я единственная королевскую голубую вот она пока у меня здесь висела сохла я все смотрела смотрела на нее и мне хочется прям вот прям вот хочется небо сделать более светленько такой понежнее что ли разбавитель тот же самый white spirit кисточку сейчас я вот такого чтобы видно было скошено взяла синтетику вот и буду прорабатывать не будем долго мы там до вступление какое-то уже я вам объявление такое рассказала на 4 минуты там достаточно вот я возьму сейчас небо сделаю королевскую голубую с белилками можно друзья замешивать мастихином то есть чтобы вот кто не чувствует еще сколько красочки подчеркнул да то есть можно использовать мастихин вот и вот эти вот моментики где-то светлее где-то темнее не надо и даже не обязательно там полностью все это дело перекрывать то что у нас уже до нанесено там не обязательно его перекрывать полностью другим цветом я просто хочу чтобы у меня более ясная такая вот не дышко мне бушка была и красочки я немножко в принципе беру чуть-чуть смочила кисточку чтобы краска не сухо дошла в раз растворителя вот пошла здесь нужно какой-то окошко сделать вот таким вот образом чуть-чуть сделала эти окошки посветлее более такие вот понежнее это небо промывали кисточку то есть я окунаю в разбавитель и вытираю хорошенечко о тряпочку дальше что я хотела бы еще сделать ну давайте проработаем вот эти вот собственно наши деревца да вот возьму белилки желтенький немножко оранжевого таким цветом более солнечные тоже полностью не перекрывая весь этот цвет который у нас есть оранжевый очень хорошо помогает отходить смотреть и представляете вот где у нас пошел до луч света которая вот он части светом дав дал то есть вот их мы и высветляем солнышко сюда подбрасываем вот больше оранжевого где-то да вот показать то есть каражи она у нас тоже где-то там вот углубления какие-то да там будет темнота то есть потемнее то что прям темнота это мы сейчас тоже покажем вот возьму умбрачку и сама да вот кара где-то там вот какие-то такие есть углубления где она у нас темненькая вот на этом дереве я помню где-то было сейчас у меня нет референс а до перед собой где-то там что-то какие-то были вот тут темные такие моменты примерно так вот покажу красочки немножко прямыми и такими вот легенькими легенькими вот так вот раз 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 развить и мазочками как бы оставляю краски немного нет получается такое создается ощущение что у меня здесь кора какие-то там углубление в ней вот таким образом что-то показали ну естественно не одинаковые да и делаем дальше вот здесь у меня тоже очень фиолетовый фиолетовый у нас должен остаться там вот такого теневое есть немножко фиолетовинка но все-таки больше он такой должен быть зеленоватый вот возьму желтый умбра что мы еще сюда можем добавить чтобы ну вот давайте попробуем цирулю чтобы получить такой вот цвет мха вот этого вот вот больше цирулю вот так вот зеленоватый чуть-чуть попробуем белилок то есть видите опять таки вот примерно зная вот если вам надо получить зеленоватый этот оттенок мха то есть он зелененький да то есть вот зеленого у нас нет то есть но мы знаем что если мы смешаем добавила умбра чуть-чуть чтобы не сильно зеленый был и мы знаем что синий желтый дает зеленый да и мы с вами вот наносим то есть смешиваем я заговариваюсь так как и сюда и туда и поэтому иногда несу что-то не то вот то есть примерно понимаем да но си синий желтый тоже к примеру там получается яркий до какой-то зеленая нам нужно что-то приглушенная то есть приглушаем вот коричневеньким уборочкой что-то вот такое вот вот это фиолетовинка видите она остается местами но и придаем нашей корея более такой вот зеленоватый оттенок мха так вот здесь корешочки я хочу так солнышко сейчас подкину сюда где у нас тут корень да он освещу вот так чуть-чуть а у основания я хочу затемнить от я возьму умбру на синий получается такой темно-темно-зеленый вот чтобы он зеленым не был мы тогда добавим еще мадженто и сразу получится такое что-то очень-очень темная почти почти черная и вот здесь вот я корешочки они там в траву в теме ходят я их затемняю затемняю также зеленоватый оттеночек у меня опять убегает вот сюда пущу но вот это делится опять-таки не полностью перекрывая до заметили так желтый с белилками вот здесь солнышко добавим так можно чуть-чуть как бы процарапывая туда увести дальше вот этим темным цветом можно вот эти метки тени тоже не полностью как бы я его белый подмешался оконула кисточку растворитель и все сразу белый вышел делаем заново ультрамарин умбран и мадженто и вот добавляем на стволики которые тени особенно вот напомним как я говорила светлая и рядом темная то есть подчеркиваем ну так создаем наши деревца но это таки помните что вы не делаете точную копию дата картины то есть мы не настолько специалисты чтоб там прям досконально сделать какую-то копию что-то такое пишем свое то что нам нравится также вот здесь этим темным цветом сейчас добавлю стволиков каких-то немножечко там у меня есть еще светлые да вот эти деревца сейчас я их вот так тоже побольше желтенького вот оранженького то есть когда сильно выбеленная белил когда много ярко солнечно смотреться не будет солнце это не белый цвет солнце это вот желтые оранжевые какие-то красные да с белилами но он все-таки такой вот имеет цвет не чересчур разбеленный как-нибудь вот сюда поведем сделаем поинтереснее чего-нибудь то есть я уже вот это вот как что-то от себя делаю дальше возьму вот желтенький чуть-чуть цирулиума яркий такой зелененький там у нас есть такие вот окошки более светлые между просвечивается там то есть смотрите вот эта полянка она у нас как бы тень там до внутри но вот эта вот дорожечка и там вот тропинка и вот попадают на ту то есть если смотреть вот планово да это вот средний план это вот дальний план то есть на тот между средним и дальним разделяется тропинка то есть туда попадает свет и вот вот эти вот вот этот ряд деревья вот он вот там за этими деревцами вот он там где-то просвечивается какие-то вот окошечки там виднеются светленькие вот такого интересного не просто какие-то черточки так и 5 пятнышки интересные нанести надо нам чтобы было поинтереснее вот там окошки какие-то понялись дальше вот этим темным цветом еще есть проработа то есть уже я смотрю что мне там как еще раз убрал ультрамарин очень много краски и жидкости вот я чуть-чуть собрала пир чтобы немножечко было также этой кисточкой очень удобно какие-то вот темные веточки прорисовать то есть добавим сейчас каких-нибудь корявеньких веточек опять-таки помним про эффекты вот заслонения вот так я могу сюда поведем тут так вот вот еще есть такое интересное правило вы тоже за него должны принципе помнить то что вот смотрите видите темная ветка на темном она не видна да а если мы смотрите проведем здесь же вот здесь светлая часть до освещенная и проведем светлую мы ее уже видим да то есть смотрите даже можете понаблюдать за природой в принципе сами и вы увидите такую интересную штуку к примеру вот идет дерево да у меня допустим есть такое дерево на фоне темного забора вот она растет и дальше естественно там небо и вот ствол он же хоть у корня хоть на макушечке он одного и того же цвета но такой вот парадокс там где он на фоне темного забора он кажется светлый а на фоне светлого неба он кажется темным то есть хотя он одного цвета и вот также можно такой прием использовать и в рисовании вот этих вот веточек вот где у нас попадает на темное там делать его немножко светлее где он у нас на светлое попадает делать наоборот темнее такие вот ребеночки можно каких-то блин челочков подкинуть опять таки видите я уже от себя что-то такое добавляю чтобы было видно мои веточки сейчас то конечно же все перекроется еще листочками протираю кисточку ну давайте сделаем вот эту до зелень я или не хочу как-то делать чересчур очень выписано как-то вот теневую я оставляю и вот этой же кисточкой сейчас попробую а вот ей я буду наверное делать где-то вот добавлю с ультрамарином замес уже зеленый ведь темнее то есть и вот так вот так вот так кисточку прокручиваю где-то совсем маленькие точечки вот так можно листуют оставлять больше ультрамарина к примеру более такая темная зелень вот кручу верчу вот здесь замешаю больше сцирулевым и чуть-чуть глил или даже королевской вот добавлю вот такой цвет вот он где-то вот здесь кое-где такой светик мелькает здесь и можно принципе где-нибудь вот здесь что-нибудь тоже чтобы он не в одном месте добыла этот цвет это помним про это всегда если вы какой-то вот оттеночек добавили себе да в картину новый то есть не в одно место его внедряйте а как бы старайтесь чтобы он там был чтобы он не был такой как вырви глаз вот он в одном месте и все с чего он туда для чего ну и помните да макушечки у нас больше освещены то есть более такие светленькие яркие цвета ниже опускаемся там более таки потемнее уже и вот носиком работаю вот так раз потыкала потыкала видите пятнышки там хоп повернула уже другие пятнышки то есть крутите кисточку не стесняйтесь чтобы более естественные получать вот вы знаете еще также вот я люблю конечно смотреть других художников вот ольгу базарного да я смотрю вот у нее кстати классный прием никому если удобно несколько кисточек брать и вот листву создавать можно попробовать так если вам удобно то есть не обязательно понимаете вот брать и как я рисую и вот значит вот марина показывает значит так надо рисовать нет вы можете едино я вам показываю данного можете какой-то приемчик у меня взять какой-то там свой добавить вот удобно вам так допустим да вот смотрите я более темный с ультрамарином замешала я ниже опускаюсь тут уже делаю более темный пятнышки то есть какой-то прием допустим у ольги базарного там или у игоря сахарова кого вы смотрите кто вам нравится то есть это вообще без проблем вы творите яркое дерево я хочу его сделать ярче и вот около него прокладывают такую вот темную зелень да темнотика где-то разбиваю вот эти стволы чтобы они были такие вот видно было что там масса не просто они там торчат забором до каким-то что там вот масса зелени ну и не знаю стоит не стоит сейчас попробую так с королевской наверно таких оттенков более светлых как по на передний план и вот эти стволы хочу немножко сейчас вот вижу делать потемнее вот так вот таким образом дальше здесь у нас травка растет то есть начинаем показывать травку естественно полностью не перекрывая весь и всю вот эту темноту желтый королевская голубая нашим таким темным цветом где-то темнотика потоньше хочу сделать эти стволики чтобы они так сильно не выпирали сразу другой вид становится они уходят туда подальше дальше белилки вот возьму и охрочку и желтенького и вот эту дорожечку нашу освещенную так желтенького побольше дорожечка у нас солнышком освещена где-то добавляем оранжеватых оттенков то есть не работаем одним цветом то есть делаем что-то разнообразие цветов чтобы это было красиво чтобы это было красивенько так вот также наши солнечные зайчики да вот здесь вот эти вот просветы которые сквозь листву Glaspy тут он у нас в прошлый раз подмешивался с синим cooked мне удобно было сейчас мы можем нанести вот эти вот точечки пятнышки уже как бы нам семи не мешает так направление вот сюда немножечко окунаю в разбавитель так вот этот захвату желтенький рачки чуть-чуть вот здесь тоже очень выголено получилось желтенького и так в крашку захвачу опять-таки тоже тут какая-то травка зелень до что-то освещено хорошо что-то менее где-то тут пускай допустим солнышко до пробивается больше ультрамарина атака более темная зелень у нас будет вот здесь почему кто-нибудь знает плохо что не могу я мастер-классы такие проводить онлайн чтобы с вами общаться напрямую потому что у нас контраст да на светлую дорожку выходят более темные травинки я думаю вы догадались да я об это об этом про эти контрасты постоянно говорю дальше вот здесь где-то такие вот видите где-то горизонтально ставлю где-то вертикально эту кисточку то есть чтобы создавалось такое ощущение этой травы вот возьму от этого темного сюда подкину вот здесь темнотики то есть даже не особо задумывая ставлю вот честно слово друзья вот какие-то пятнышки чтобы это ну что-то было похоже на травку где-то там темнее где-то светлее ну и полностью все естественно не перекрываю работаю все той же кисточкой беру посветлее вот здесь у меня пускай полянка будет такая вот посветлее более темный зеленый вот на деревья да вот сюда она же не может у нас там дерево расти под ним вообще травы нет то есть запускаем травинки так как у нас здесь свет да вот светлые части то есть туда мы добавляем больше вот так аккуратненько подцеплю более темных травинок там где кора у нас наоборот более темная добавляем более светлых тут травинки у нас темные видим да вот берем добавляем как бы на передний план более светлых вот уже видно да что-то что-то пушистенькая там вот сюда посветлее травинок и естественно помним про то что свет у нас любит более пастозную красочку вот ее можно более пастозно отпечатывать просто прикладываю основанием вот слегка приложила вот такие ну и бы и прокручиваю вот так вот прокручиваю в разные стороны вот она трава принципе друзья мои ничего сложного крутим крутим и получается у нас травушка можно взять какую-нибудь щетинную веерную кисточку но тоже ведь и очень такой белесый прям оттенок не хочу я прям эту белизну вот добавлю лучше больше желтенького но опять-таки помним про то что так вот здесь потемнее кисточку потираю вот на светлые вот это тут что-то какие-то камешки или что-то да там вот потемнее добавляем руль ему можно помним про то что у нас не только не то если опять мысль потеряла если у нас допустим вот мы нанесли вроде бы яркие данного ярко не смотрится боже мой боже мой что же делать берем просто добавляем рядом более темных такой вот темный темный добавляем каких-то пятен где-то между более темных и наши вот эти вот травинки становятся намного ярче потому что рядом появился темный цвет до травинок там вот тоже что-то такое есть сюда посветлее чем-нибудь немножко там уже дальний план в принципе туда какие-то немножечко выглядывают это же все-таки лес до травки многом вот здесь тоже подчеркнул более так вот поинтереснее вот так вот прикладываем как бы сдаю вот этот вот лесок здесь у нас тоже там какой-то вот это вот дорожка она с фиолетовинкой какой-то вот возьму королевскую возьму немножко мадженты чуть-чуть добавляю смотрю чтобы у меня такая вот фиолетоватый оттеночек получился сейчас вот им попробую да если сильно не давить а так чуть-чуть вот даже можно больше розовинки немножко так вот показать сюда белилок добавлю этот оттенок вот сюда куда-то немножечко в общем оно должно смотреться таким вот оранжевый куда убежал у меня захвачу оранжевого прям капельку вот где-то здесь много кисточку вытерла их то что осталось немножко вот так еле-еле касаясь солнышко добавлю более теплая чтобы было все это коричневый с оранжевенькой с вот этой рыжинкой здесь все таки у нас такой ствол да он очень бросается в глаза то есть мы туда добавим немножко вот этой вот коры да как бы более темных участков и вот у нас уже что-то более похожее получается и ну и вот зелень собственно здесь теперь проработаем так сейчас и на окону кисточку беру вот такой цвет и вот опять как и здесь вот делали в принципе начинаю примакивать но помню про то что мне вот самые темные те нежелательно до перекрывать полностью где-то ярче желтенькие вот у нас здесь темный стволик сюда добавим более ярких где-то наоборот вот здесь дальний лесок проработать можно более темным вот 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 какие-то места у нас останутся прям какими вот почти нетронутыми как вот подмалевки было здесь глубину этого леса покажем прям ультрамарин и умбра наш темный цветик туда сейчас вот я хочу немножко поработать с вот этим вот тенью которая падает королевская голубая маджента и вот беру ультрамарин такой цвет я ему сейчас прищуривайте глазки смотрите как вам нравится не нравится эта тень но не забываем эти окошки оставлять вот 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 какие-нибудь интересные тоже не одинаковые делаю протираем желтый вот этот оранжевый белилками вот так больше желтого здесь хочу больше солнышко быть так вот и сейчас я добавлю себе красочки и уже щетиной кисточкой можно в принципе какую-нибудь веерную взять более на переднем плане которые вот хвоиночки вот эти вот сделаем поярче и более пастозно вот друзья вот такую кисточку взяла щетиночку окунаю разбавитель беру желтенький вот так вот прям побольше куда-нибудь сюда добавлю так ну с чем мы его если мы с королевской смешаем вот стороне попробую в принципе нормально и вот самые такие вот освещенные вот такой же щетинкой можно кстати травинки вот так вот точнее добрый египет и легонечко как бы причесывая получаются травинки белилок более допустим яркие но тоже с белин ками с этими опять таки повторюсь да не увлекаются сильно потому что они вот эту яркость убивают блин ките так цирулевым возьму все-таки ведь я уже вот с белилками он уже никакой цвет такой яркий и вот набираю прям хорошенечко хорошенечко и начинаю вот здесь тоже вот так вот прокручивая где-то более жирные мазочки остаются где-то более я вот вернее не жирные более широкие где-то более такие точечные добавляют ай вот здесь до темный фон и вот здесь нужно нанести даже вот польшу желтого такого посвященных этих так вот вот здесь немножко видите захватила того того оттенка то есть более разбеленного более желтого и вот где у меня темные до места тут могут чуть более разбеленного чтобы видно его было хорошо таким образом я добавляю вот эту вот хвою и тут там на рисуночке было более так как бы пятна побольше вот и сейчас их натыкала да не какие-то мелкие как лиственное что-то я сейчас возьму немножко вот как поприжимаю уголочком кисточки чтобы все-таки что-то типа хвои хвоинок было такие ответки получились у меня на лиственницу похоже то есть просто пятнами а вот тут сделаю более зеленые пускаем будут какие-то передний план уже более дальний добавлю сюда таких вот то есть какие-то оттенки чтобы они прям вот вперед сильно не выпирали то есть у нас вот эти до деревья впереди вот пускай они у нас лучше будут как бы на переднем плане такой образ цирулиума можно где-то перекрыть темных то добавить прищуриваемся смотрим где мне хочется но вот тут чего-нибудь хочется тоже дать каких-то более темных пускай перекрывает стволик сюда попадают какие-то то есть это лес да там заслонение идут ждет таким образом умбра и маджента вот можно такой какой-нибудь темный оттенок красноватый внедрить тоже куда-нибудь в теневые будет очень интересно то есть не просто у нас да вот какой-то такой цвет где мы смешивали умбру с ультрамарином а у более интересный желтый с белилками беру и вот где-то прям совсем немножко таких солнечных прям вот выкладываю но опять таки не переборщите пожалуйста с этим с этими белилами то есть мы подроскинули там там немножко видите ярче стала до засветилась и как бы лучше остановиться в принципе уже вот я сейчас на паузу нашла нажала пошла посмотрела у меня уже солнышко видно единственное что мне хочется вот наверно сейчас умбра чки взять и какие-то веточки вот знаете как доделать хочется прикрепить их разбавитель умбра чка вот чтобы их было добавить скажем так каких-то вот маленьких деталях да вот каких-то таких вот веточек так сейчас я добавлю ультрамарина немножко темный цвет сделать и красненького сюда у красненький мадженто белый выходит из тачки не хочет он темница вот так еще раз в разбавитель и вот между листвы вот прям носиком носиком вот этот который выше вот где-нибудь знаете вот добавить вот этих вот веточек такую изюминку вот туда у меня листу я так набросала набросала и она как будто в воздухе висит вот возьму добавлю сюда каких-то буквально чуть-чуть и не сплошным то есть повели вот полностью ветку да это надо было делать изначально то есть мы сейчас как бы пляшем между листочками представляем это то есть с разрывами делаем вот эти вот сюда ты где-то какое-то пойдет веточка какие-то поставить черточки но тоже смотрите как бы логично а там будет это веточка черточка или нет анализируйте всегда когда рисуете думайте да для чего вы это делаете когда вы это научитесь делать анализировать свои действия и понимать для чего вы туда или там сюда не важно куда наносите к примеру какой-то цвет либо какую-то там веточку то есть когда вы начнете это делать начнете об этом думать не то чтобы бездумно перерисовывать то что вам художник показывает да там в мастер-классе и бездумно все это делать по любому же у вас получится немножко по-другому правильно где-то там веточка у вас не туда пойдет повернет то есть и когда вы научитесь все это друзья мои обдумывать они просто тупо переписывать как как вам говорят вот здесь зеленый там красный то есть тогда у вас все начнет получаться даже если вы отклонитесь к примеру да свою сторону куда-то вот от работы с легкостью допишите работу и уже без мастер-класса потому что вы будете знать примерно понимать да куда и чего вообще там должно идти вот здесь можно каких-нибудь темных стволиков на более светлым подбросить то есть у нас там тоже не все же таки на закрывают да не все же у нас там светлые столики там у нас темные есть вот мы добавим так нашел такие яркие окошки пропали когда этому резала так немножко вот такого состояния так темнотика хочу вот здесь немножко как будто тут какая-то травинка оранжевый с коричневым вот здесь какие-то тоже чего-то там лежит на по тропинке я покасаюсь немножко как будто у меня тоже тут что-то упало не знаю если это елочки какие-то там листики могут там лишь камешки возможно так для интересности допускаем тут лежит чего-то дальше вот такой темный ультрамарин у нас вот здесь прям вот чистый беру мы там умра подмешивается немножко тут у основания потемнее и вот я помню что вот здесь было пятнышко темнее я его пыталась здесь создать вот вот таким образом дальше так возьму еще ультрамарина мне хочется травку кое-где затемнить возьму вот эту щетинку и возьму умбру с ультрамарина некоторые места под деревьями между деревни да вот добавить темности и плюс это дополнительно как бы это такая многослойность получается вот здесь у нас такой прямо и тоже так что нет краски немножко светлых тоже ярких так что реки можно в принципе и скошенная можно и вот щетинка тоже шикарно получаются травинки только она вот видите выгнутая как бы немножечко да такой веер а есть щеки так сюда покажу верные вообще вот такие да прям вером то есть но она получается отпечаток вот у нее а у той получается прям вот такой вот ну то есть тоже крутите и вертите чтобы она не было вот такими дугами у вас трава как бы нам более чтобы естественно смотрелось таким образом вот возьмем чистый желтый вот сюда вот какими будешь здесь пускай солнышко подсветит вертикально давать поставила тоже уjerouse и вот так настукивая получается каких длинные травинки то есть если кисточка есть то есть надо ее пробовать по-всякому использовать чтобы получались какие-то интересные красивые эффекты вот на такого натыкала да что-то прям душевненькая такое интересненькое получилось вот сюда у меня пускай вот так пойду какие-то более высокие травы тут темнота у меня пропала немножко возвращаю ну Ну вот таким образом. Ну вот, друзья мои, я на этом, наверное, буду заканчивать, потому что не хочется нагружать еще больше. То есть у нас видно передний план, да, вот этот более дальний, средний план. Дальний у нас там вообще такое вот, как бы и небушка видно. Ну приблизительно тот сюжет мы воссоздали, да, немножко по-своему, ну как бы саму суть я показала вам. То есть все, на этом все. Не забывайте подписываться на Бусти. Ссылка будет под каждое видео. Сейчас я покажу поближе, как это все получилось. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok